Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, приветствую вас на нашем национальном телевидении. В эфире передача Ифтар, программа, посвященная месяцу Рамазан. И сегодня с вами буду работать я, Рамазан Амаров, и мой коллега Шамиль Махаев. Спешу представить сегодняшнего нашего гостя. Это директор ресторана Майдад Адулатив Дагларов. О том, что предпочтительнее есть в месяц Рамазан, и что заказывают, что кушают мусульмане на Ифтар, в месяц Рамазан, мы узнаем немного позже. А пока я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире. И вы, уважаемые телезрители, можете, интересующиеся свои вопросы, присылать к нам на WhatsApp по номеру, который вы видите на своих экранах. Вопросы могут быть адресованы как нашему гостю Абдулативу, так и Богослову, который присоединится к нам немного позже. Ну что ж, Абдулатив, как вообще дела, как проходит месяц Рамазан, как проходят дни поста, не тяжело дается? Месяц Рамазан, священный месяц, проходит очень хорошо, альхамдуллах, уже 20-й день месяца Рамазан. Дни проходят, дни проходят у нас вместе. Ну, начало, например, самого ресторана Майдат у нас в данный момент работает с вечернего Азана, поэтому персонал тоже подготовлен, работаем, можно сказать, уже 21-й день в штатном режиме. Поэтому все дается очень хорошо. Персонал ведь тоже держит УРАЗу. Как они вообще готовят и держат УРАЗу и готовят? Каково им вообще? Мы работаем не первый год, уже более 14 лет ресторан Майдат работает. Именно в месяц Рамазан у нас график смешается, как я заранее сказал. С 19.30 до 2 часов ресторан Майдат работает. Персонал полностью подготовленный. Во время ажиотажа, именно когда в вечерний сухур, когда в вечерний, когда ифтар бывает, во время ифтара кушают все наши гости. Чуть когда освобождается, потом наши повара делают ифтар. А как проходит вообще подготовка в целом к ифтару? К ифтару подготовка... Но они же целый день готовят. Не целый день, график сокращается. В обычные дни и повара, и официанты, они работают более 12 часов. А именно во время месяца Рамазан сокращается до 8-9 часов график работы. Поэтому они проходят заранее подготовить еду. И к открытию ресторана 19.30 готовятся. Ну, когда человек голодный, он обычно бывает злой. Много ли злых клиентов у вас попадается вообще в ресторане? И как вообще вы с ним боретесь? Я бы не сказал, что злой. Но, конечно, целый день, когда человек уразу держит, и к вечернему азану, к ифтару, когда подходят, все хотят одновременно, чтобы еда попала именно им на стол. Мы-то, весь персонал старается. Ну, подход под каждого клиента мы находим. Поэтому не сказал бы, что клиенты наши злые. А как вообще проходит подбор персонала в ресторане? У вас существует ли какая-то текучесть? Или же есть, которые постоянно работают люди? Есть у нас повара более 10 лет, которые работают с нами. Официанты, администраторы, которые более 5-6 лет работают и остаются с нами. Мы их очень любим и ценим, и уважаем их работу. Подбор самого персонала, конечно, текучесть бывает из-за каких-то семейных, скажем, вопросов, проблем, из-за переездов. Но текучесть все равно в любом ресторане бывает и в любой работе. У нас есть определенный отдел кадров, который занимается именно подбором персонала. Когда подбираем персонал, обязательно смотрим опыт работы, старшую работу. Нас это оценивает. Учитывается. Да. Но вы сам как директор, давно вы работаете? Как вы проходили вообще? Были какие-то обучения? Обучение, конечно, я проходил. Я в других ресторанах проходил. Директором ресторана работаю уже третий год. Алхану ля, удается легко. Насколько Майдад сегодня посещаемое место заведения, имеется в виду, в месяц Рамадан вообще? Много ли людей, клиентов у вас бывает? Алхану ля, да, клиенты бывают, посещают. У нас бывают постоянные клиенты, которые более 10 лет с нами, постоянно к нам ресторан заходят. Бывают клиенты, которые с яфтара до сухора у нас остаются. Поэтому посещаемые, да. То есть вообще не выходит? Ну, с яфтара до сухора, имеется в виду, намаз тоже делал. У нас молитвенная комната тоже есть. И таравихи тоже делал. После таравиха до сухора остаются, зовут друзей, гостей. Все время кушают и кушают, да. Это хорошая практика, надо будет попробовать. А как поменялось меню в вашем ресторане именно в месяц Рамадан? В месяц Рамадан, во-первых, мы внесли несколько блюд, которые относятся именно к этому месяцу. Внесли напитки, например, часто, которые нас спрашивают, молоко с финиками. Очень понравилось нашим гостям. И во многих арабских странах ее пьют, поэтому она дает силу и энергию. Потом меню мы проработали именно на месяц Рамадан, на ифтар, отдельное меню есть на сухор. И по желанию гостей часто что спрашивают, это мясные блюда, рыбные, из горячих блюд. Отдельно даже заказывают у нас, и я в прошлый раз говорил, что у нас японская кухня есть. На японскую кухню тоже приходят у нас гости. То есть она как бы отдельно, да, или в том же ресторане, но меню другое? В том же ресторане. Меню другое просто? Да. А какая вообще еда преобладает все-таки? Какую больше заказывают? Чаще всего какую заказывают? Мы в этой дистанции, поэтому преобладают в основном мясные блюда, мучные блюда. Да, хенькал, конечно, это хенькал, у нас излюбленное блюдо, шашлыки хенькал. А как насчет стоимости? Есть у вас какие-то акции, скидки? До месяца Рамадан, три месяца, это месяц, до месяца Рамадан мы три месяца подряд делали акцию, 10% снижены все стоимость на все блюда. Поэтому сейчас месяц Рамадан тоже она продолжается. Еще плюс к этому, на первом этаже в кафе Майдат у нас еда нуждающимся, тоже она действует уже более года. Бесплатно может любой нуждающий получить у нас еду на вынос домой. Какую еду вообще лучше кушать в этот месяц, как вы считаете? Если смотреть на ифтар, я бы посоветовал, во-первых, с азаном отпустить урозу, это у нас на столе тоже есть финики, сухофрукты и вода. Обязательно после вечернего намаза к трапезам можно поступить. В основном преобладающие большинство это мясные блюда. У нас есть узбекский плов, который я хочу тоже озвучить, многие полюбили. Это плов, который готовит именно узбек-повар. На ифтар она идеально подходит. Как мы знаем, во дворе джума-мечети тоже узбекский плов дается. Это на самом деле из... А готовит сам узбек интересно? Готовит тоже узбек. Тоже узбек. Это самое важное, между прочим. Мы сходим как-нибудь, да? Да, будет. И потом молочные блюда в основном преобладают, каши, разные каши, мясные блюда, рыбные блюда можно. И напитки. Напитки в основном преобладают, натуральные напитки, газированные напитки, когда целый день человек урозу держит, газированные напитками говорят, что нехорошо отпустить урозу, поэтому мы тоже... А квас? Квас? А квас, к сожалению, у нас нету. Ну, рядом с нами во дворе мечети можно приобрести квас тоже. Ну, вот хочется, как обычно бывает, хочется поесть, и чтобы у тебя энергия была на целый день. Да. И также, чтобы оставалось это же и настроение тоже. Вот что-нибудь связано с этим? Какие-нибудь блюда такие радостные, счастливые блюда? На сухуру, что вообще на сухуру заказывают люди? Есть какие-нибудь такие блюда, которые именно на сухуру... Или предпочтительнее, да, кушать? Предпочтительнее в основном это мучные блюда. Почему? Потому что мучные блюда, когда кушают, она надолго остаётся, вместе с энергией человека надолго остаётся, она долго переваривается, и поэтому до вечернего азана человек бывает бодрый. То есть, я хочу в связи с этим такой вопрос задать. Вот у вас и скидки тоже в рамазан месяц, и в два других месяца. В чём... У каждого ресторана и кафе бывает своя особенность, да, своя индивидуальность. Своя фишка. Да. В чём ваша особенность? Наш ресторан многие годы позиционируется как исламский ресторан. Можно сказать, это и стереотип какой-то, да, что во дворе рядом с Джума Мечетина расположена. К нам приходят и также разные уровни гости, которые, например, не только мужчины, и женщины, и семейные пары. Когда мы с открытием семейного зала, разнообразие стало именно количество гостей, разнообразие самих критерий выбора гостей. Сам ресторан мы можем позиционировать, и сейчас как бы исламский тоже можем позиционировать. Почему? Потому что у нас блюда есть, которые во времена пророка Мухаммада, которые кушали, это, например, могу тарбины сказать, которые и на сухур тоже кушают, и тем более она, и на фитар тоже кушают, тем более она очень полезна в эти месяцы. Я пробовал, очень вкусно. Вместе с сухофруктами это. Ну, можно позиционировать, как исламский ресторан, можно сказать. А я слышал, что ваши повара готовят с омовением, то есть посунью, да? Да. Так ли это на самом деле? Конечно, да. Я говорил, вот отдел кадров, первоначально, когда подбираем поваров, мы обязательно говорим, что омовение, чистота омовения – это основной наш лозунг ресторана. И с этим критерием мы работаем. То есть все повара в обязательном порядке делают омовение, прежде чем начать готовить еду. А вот с этим как раз-таки возвращаемся к тому вопросу, когда вы подбираете кадры, соответственно, человек должен быть молящимся, человек, который соблюдает религию, или же не обязательно хватает, чтобы он просто омовение сделает и так далее? Нет, конечно, просто омовение делать не хватает. Не хватает. Не хватает, да. Ну, мы живем в Дагестане, в основном, которые к нам приходят, это люди все, которые мусульманы, альхамдуллах, они знают, что такое шагада. Есть люди, которые намаз не делают, но начинают делать у нас как раз. Пост, который держат, и у нас начали пост держать. Такие люди тоже есть. В неделю один раз у нас проводятся, скажем, уроки ислама. Мы с духовного управления вызываем преподавателя, который в течение часа нам обязательно какой-то урок ставит. Урок касается именно религии, еды может касаться. Вот мы какие-то вопросы задаем полностью, персонал собирается, рестораны и кафе. А на повышение квалификации отправляются в Москву, в Будапешт, в какие-то другие страны или города, где можно набраться опыта у известных поваров? Квалификации, повышение, можно сказать, мы в прошлом году открыли ресторан «Майдат» в Москве. Поэтому поваров мы можем туда, пока не отправляли, на стажировку, пока они здесь проходят. В дальнейшем мы думаем туда отправлять, именно там подготавливать. Мы в одно время отправляли поваров в Дубай. Там у нас были знакомые повара в ресторанах на квалификацию. Официанты у нас проходят в стажировку только у нас в ресторане. А вот эта квалификация именно в Дубай, она как? То есть официально, с бумагами? Официально, да, официально. Их рестораны работают так. Официально мы отправляли работника, который стажировался там, который внес в медю арабские блюда. И в последующем у нас в ресторане тоже ввели такие же блюда. Ничего себе, интересно. А есть в планах отправлять в другие страны? Не только в Дубай? Да, да, не только в Дубай, например. В планах есть, пока озвучивать не смогу, конечно. А давайте, да, вот, кстати, хороший вопрос. Какие-нибудь такие планы ваши, перспективы? Раскройте-то что-нибудь, да. Для наших телезрителей, да. Ну, может, интересно. Может, еще новый ресторан планируется открыть? Планы есть по открытию ресторана, но в данный момент мы рестораны, которые у нас есть, раскручиваем. Мы дополнительно думаем работать на... Куда еще? Дополнительно думаем, все равно расти есть куда это. Доставка еды, например, очень, скажем, идея очень хорошая. Актуальна тоже. Виртуальная, да, в данной, именно в Махачкале. Думаем ее развить. Ну, вот на Айфтар заказывают еду, да? Бывает, что заказов много и ребята не успевают развозить вовремя. У нас на вынос мы принимаем звонки с пяти часов. Это 17.00 получается. Именно к вечернему Азану, 19.30, мы успеваем. Амбеля успеваем, мы дополнительный поворот уже звали. Единственный момент, когда мавлиды делаются, 100 человек полон залка добывают. Бывают маленькие опоздания, но не было, чтобы гости так сильно жаловали, чтобы это было. У нас такое не бывает. Очень интересно насчет того, что вы перешли в другой режим, в месяц с Амазан. Как вы считаете, почему многие другие заведения, именно кафе, рестораны, не переходят, не меняют свой режим, а работают в таком же режиме? То есть с утра до вечера кормят некоторых людей. Их, наверное, немного, но все же они кормят. Почему вообще нужно переходить на другой режим? Почему нужно закрывать? В прошлом году был такой вопрос, именно к нам ресторан приходили, задавали вопросы, как вы относитесь к другим ресторанам, почему они работают, именно в такой форме задали вопрос. Я, например, здесь люди есть, именно в Дагестане, разных конфессий, которые питаются и кушают в это время. Есть, скажем, именно месяц Рамазан, есть люди, которые не держат урозу, не держат пост по болезни, по каким-то моментам не держат, поэтому они тоже должны где-то питаться. Я думаю, исходя из таких соображений, они оставляют рестораны. А так, люди или хозяева ресторанов, которые позиционируют себя как мусульмане, и в данный месяц, мы же знаем, что по городу есть кафе-рестораны, которые уклон делают на, скажем, алкоголь. Думали, хотя бы это, если на один месяц они убрали, это было бы большое выдело. Ну и как результат? Результат? С прошедшим годом, если посмотреть, на самом деле, многие рестораны не работают. Я-то думал, что так и не будет, оказывается, мы специально приехали. А газы есть еще сэйс? Оказывается, да. На самом деле, рестораны, они закрыты. На вынос еду дают днем, конечно, а так полностью закрыты, не работают. И с вечернего до утреннего заново работают. Очень приятно бывает, когда слышишь, что такие рестораны перешли по такой график. В прошлом году мы тоже пускали, как бы акция у нас была, вот еда на вынос нуждающим. Во многих магазинах, скажем, ну не слышал, что в ресторанах появилось, но во многих магазинах вот бесплатная полка, там еду дают на вынос. Тоже приятно, да, когда... Ну, каждым годом, да, все чувствуется, чувствуется, что месяц Рамазан у нас в Дагестане есть, присутствует. Ну, и еще у меня такой вопрос. По секрету так, вы в другие рестораны ходите, в кафешки, кушаете или же смотрите их еду? Конечно, бываем, конечно, бываем. Это, как сказать, по работе иногда приходится, бывает, зовут, например, не обязательно же всех звать ссористом. Там, да, нас зовут, приглашают, иногда приглашают, чтобы посоветовать, что открыть, что новое ввести. Часто бывает? То есть бывает такое? Конечно. И еще у меня такой вопрос. Ну, вы как директор, наверное, должны знать, сколько у вас вообще в персонале людей, официантов, поваров? Ну, ресторан-то не маленький. Да, ресторан не маленький, но месяц Рамазан мы дополнительно, вот у нас работают 8 поваров и 9 официантов в данный момент. Это только в ресторане, что касается ресторана? Да, что касается ресторана. Ну, я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы находимся в прямом эфире, и вы, уважаемые друзья телезрители, можете задавать свои интересующиеся вопросы к нам прямо в эфир. Шамиль будет зачитывать их, и, соответственно, вопросы уже задавать нашему богослову, потому что через буквально несколько минут мы прервемся на короткий ролик, на паузу, и, соответственно, к нам присоединится богослов, который будет отвечать на интересующиеся вопросы. Что, Шамиль? Нет вопросов. Ну, в таком случае мы, да, прервемся на короткую паузу и продолжим с вами через несколько минут. Не переключайтесь. Мы вновь в нашей студии телеканала «Наша национальная телевидение», уважаемые телезрители, и напоминаю, что работаем с вами мы, Рамазан Амаров и Шамиль Махаев. К нам присоединился главный редактор интернет-портала «Исламдак.ру» Абдуллахаджи Магомедов. Ассаламу алейкум. Алейкум. И также является имамом мечети редукторного поселка. Но, Абдуллахаджи, как ваши дела, как проходит благословенный месяц Рамазан? Не тяжело, даются посты? Абдуллахаджи Магомедов, что благодарим Всевышний Аллаху, первую очередь, что мы дожили до месяца Рамазан, и теперь уже находясь в этом месяце, на самом деле ощущается такая эйфория необычная, необычные ежедневные таравихи и так далее. И хвала Всевышнему Аллаху, всегда погода тоже пока на нашей стороне, Всевышний Аллах как-то регулирует для нас, слабых для нас, и, Абдуллах, пока все, думаю, отлично проходит, Абдуллахаджи Магомедов, я также хочу спросить о вашей работе. Вы являетесь главным редактором интернет-портала исламдак.ру, но это, думаю, ответственное задание, должность, поэтому люди, интересующиеся, которые задаются вопросом, а таких очень много, они прибегают к интернету, задают вопросы и находят ответы на свои вопросы. И в связи с этим хочется спросить, как развивается вообще этот сайт ваш, исламдак.ру? Ну, ахамдуллах, что могу сказать, есть определенные сдвиги у нас, мы, например, в первую очередь начну, наверное, с малого, это разработка нового логотипа, над этим работаем, и с тех пор, как уже встал во главе этого сайта, в первую очередь, наверное, мы постарались сделать рубрику фетвы, то есть отдел фетв дает определенные ответы. И на сегодняшний день очень востребованы, бывают вопросы у людей и ответы, и мы решили как раз-таки открыть отдельный раздел на самом сайте отдел фетв. Также мы открыли рубрику на родном, то есть человек, который любой национальности может найти на своем языке, на своем родном языке, найти публикацию, да, найти публикацию. И там еще мы добавили татарский язык, азербайджанский тоже намечается и так далее. И все наши языки. Дагестанский. Да. Ну, в связи с этим, такой вопрос для наших телезрителей, чтобы они понимали, что такое отдел фетв, то есть раздел. Отдел фетв, это, естественно, тот отдел, который в сегодняшний день возникают новые вопросы, на которых в книгах, может, нет ответов. И они, сверяясь с книгами и так далее, выводят нам ответы, выводят нам фетвы и так далее. И, естественно, вот эти насущные вопросы, которые тяжело найти и так далее, вот они именно этим занимаются, книгами работают. И мы решили, что это будет очень востребовано и работаем с отделом фетв при муфтиате очень тесно в этом плане. То есть то, что какое-то решение выносится там, соответственно, публикуется здесь. Ну да, естественно, да. Чтобы телезрители, читатели видели. Да, но это только начинающий, и пока еще нет полного. То есть не так много, и из-за этого пока только начинаем это делать, и не так много публикаций. И еще добавлю, что мы открыли, для меня очень важно это, для меня очень важно, мы радио «Исламдак». Радио «Исламдак», то есть это только интернет. Что-то новое. Вещание, да. Ну, сейчас она чисто там вещается Коран, чтение Корана. Ну, в дальнейшем есть намерение, чтобы были плейлисты. То есть, чтобы послушать радио, нужно зайти на сайт. Ну да, на своем сайте есть плеер, есть плеер, и сейчас в данный момент только Коран проигрывается. Ну, в дальнейшем есть планы, чтобы уже и радио «Исламдак» развивать. То есть, чтобы был ведущий, чтобы ввел, как положено. Это все поэтапно, конечно. Это вы уже с небольшим секретом раскрыли для нас. Да, до сих пор не рассказывали. Абдуллах, ежедневно, сколько человек посещает ваш сайт? Ну, примерно. Примерно, да. У нас от 13 тысяч до 15 было в обычные дни. Но вот как месяц Рамадан начался, алхамдуллах, видно, что у людей есть интерес. И в первые дни дошло до 40 тысяч и выше. И вот практически первую неделю она очень долго держалась, там 38-35, и вот так. И сейчас до 20 тысяч посещений. Машалово. Ну, люди интересуются информацией. У нас и публикации как раз-таки, они связаны и с постом, и с интересной публикацией. Ну, очень интересно, в связи с этим хочу спросить, а задают ли вообще вопросы? И какие в основном они бывают? В сегодняшний день, что вопрос не задавали, это, наверное, как-то не так будет. Естественно, задаются вопросы. Задаются вопросы прямо под любой публикацией могут. Например, любая тема, которая раскрыта, шариатская. Под этой публикацией вопросы задаются в комментариях. Будет это выставлено на Инстаграме, будет это выставлено в Ютуб-канале и так далее. Везде задаются вопросы. У нас есть определенный канонический редактор, который отслеживает эти вопросы и должен отвечать на заданные вопросы. Будет это в директе, будет это отдельно под комментариями и должен давать ответы на эти вопросы. Естественно, они есть. Их немало. Ну, какие самые актуальные вопросы? Вы, наверное, знаете. Самые актуальные, я так не скажу. Естественно, сейчас будет все, что связано с постом. Например, сегодняшний день. Тот же вопрос, который, наверное, мы сегодня затронем. На счет, считается ли пост не молящегося. Или можно ли кормить... Только к тому и вернемся обязательно. На этом остановимся. Или можно ли поститься там или кормить кого-то там, кто не держит пост и так далее. Связано с этим. Естественно, вопросы возникают с любой канонической, например, публикацией, любой статьей. Вот связаны с этим, конечно же, бывают вопросы. Ну что же, уважаемые телезрители, у нас буквально считанные, наверное, секунды, минуты остаются до Азана вечернего. Но я хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете задавать свои интересующиеся вопросы вот к нашему главному редактору интернет-портала «Исландак» и имаму редукторного поселка Абдулля Хаже. Соответственно, он будет отвечать на ваши интересующиеся вопросы. Ну а сейчас мы прервемся на, наверное, Азан, а, соответственно, потом продолжим и будем уже отвечать на вопросы телезрителей и наши вопросы, соответственно. Так что не переключайся, уважаемые друзья, далее будет интереснее. Мы вновь в студии телеканала ННТ, и напоминаю, что у нас в гостях находится главный редактор интернет-портала «Исландак.ру». И мы находимся в прямом эфире, уважаемые друзья, только что отпустили пост. Ну и хочется сразу же спросить, то есть у нас немного времени, и, соответственно, надо по-быстрому ответить на эти вопросы. Как быть, если забыл произнести намерение на пост? То есть сочту, такое бывает. Для начала уже отвечать легче будет, это выразу отпустили. Посланник Аллах говорит, что тот, который в вечернее время не совершает намерения на пост, то его пост будет недействительным. Из-за этого шафии Мазхаби, наша Мазхаби обязательно является, чтобы мы в вечернее время суток, то есть от вечернего до утреннего Азана, чтобы вот этот промежуток, мы ежедневно делали намерение на завтрашний пост. И если вот здесь бывают моменты, человек говорит, что забыл произнести, здесь я чуть больше углублюсь в том, что произносить это необязательно. Может быть, он сделал сердцем намерение держать пост завтра и так далее. То есть было убеждение, что завтра он будет держать пост, просто слова не проговорил. Из-за этого вот этого мы исключим, что проговорить это необязательно, это сунна. Если в сердце было намерение держать завтра пост, то этот пост будет действительным. А что касается, человек полностью не совершил намерения. Не было у него такого намерения, и в сердце не было, и словами не сказали. И спонтанно решил. И здесь, в нашем Мазхаби, этот пост считается недействительным. Но можно прибегнуть к другим Мазхабам. Например, у Абу Ханифы можно до обеденного, пока в Зените будет солнце, до этого периода сделать намерение, допускается в их Мазхабе. Если мы знаем условия поста ихнего Мазхаба, тогда можно прибегнуть к ихному Мазхабу и соблюдать этот пост. Также есть еще мнение других имам Малика, например, на весь месяц делать намерение. Если он изначально весь месяц делал намерение и знает по Малик Мазхабу, что портит пост, что не портит пост, тогда если даже он упустил один день, например, намерение, то он, если делал изначально весь месяц, тогда этот пост тоже будет охватываться. То есть настолько все серьезно, что надо изучать их Мазхабу тоже в этом вопросе. Да, есть отличие из-за этого. Это милость для нас, и мы можем прибегать в нужный момент к этому. Ну, бывает такое, что человек забыл сделать намерение, но все же держит Уразу. Ну, целый день держит, как все, и отпускает. Его, получается, не считается, да? Если человек знает, что он пост, если он не сделал намерение, если он не прибегнул к другим Мазхабам и просто делает имсак, воздержание, то ему по-любому, если даже он намерение не сделал, ему по-любому нельзя кушать в дневное время. Он должен воздержаться от еды. Любой человек, который без уважительной причины не постится, он должен воздержаться от еды и питья в течение этих суток. Абдулла Хаджи, есть такое время, когда намерение сделать желательно по ходу дня? Как мы сказали, в течение дневного времени, суток, намерение не делается. Делается только в вечернее время, то есть от вечерней молитвы до утреннего азана. Вот этот период мы можем сделать намерение в любое это время. Есть ученые некоторые, которые говорят, ближе к утреннему лучше делать, потому что намерение должно быть связано с каким-то действием. И некоторые ученые говорят, что к этому ближе лучше сделать. А так мы в течение дня по доставленной версии любое время можем совершить намерение в вечернее время, от вечернего до утреннего. Абдулла Хаджи, следующий вопрос такой. Вот человек опоздал на таравих намаз. Они уже делают, то есть ночной намаз сделали и делают таравих намаз. Ему как вступить и делать намерение, что займем таравих намаз, либо сначала сделать ночной намаз? Таравих не будет считаться, он вообще связан с ночным намазом. То есть только после ночного намаза мы можем делать таравихи. Из-за этого, если он пришел в мечеть, ему уже нужно сделать сначала фарз намаз, а потом уже делать таравихи и докончить те, которые не достающие ракаты из таравиха. То есть в процессе уже нужно на вершину быстренько-быстрень. Да, в дальнейшем он будет доканчивать, да. Все салам дадут, он будет завершать свои таравихи. И думаю, он подсказывает мне, что вопросов много в WhatsApp, но здесь еще один очень важный вопрос, на чем нам стоит остановиться и немного раскрыть его. Считается ли пост у того, кто не делает намаз? Вот такой вопрос очень актуальный и хочется, чтобы вы его раскрыли. Но считается ли пост человека, постящегося, который не совершает намаз? Это очень актуальный вопрос на сегодня. И он очень сильно задается среди молодежи. Очень сильно он распространен среди молодежи. И часто молодежь просто сжимает плечи и не знает на это ответ. То есть говорят, что этого человека пост недействительный. Я бы хотел, честно говоря, на этом чуть больше остановиться и сделать опору на то, что почему это вообще так начали говорить, почему так происходит. Потому что посланник Аллаху Али Саратову сам сказал в хадисе от муслима, что разница между верующим и неверующим – это молитва. То есть молитва – признак отличия между верующим и неверующим. Этот хадис передал имаму муслиму. И теперь мы сегодня немного ошибаемся от того, что мы сразу выносим решение в соответствии с хадисами. То есть мы читаем хадисы и оттуда начинаем выносить решение. Это является для нас ошибочной позицией. А что нужно делать? Нужно прибегать, конечно же, и оставлять это дело кому? Ученым, алимам, которые комментировали, оставили труды над этим, которые над этим работают. Это их зона ответственности. А они что говорят по поводу этого хадиса? Например, имам Науи комментирует этот хадис, что разница между верующим и неверующим заключается в намазе. Он говорит, что любой человек, который не совершает молитву, который оставил молитву, считая, что это является необязательным, то есть он оставляет намаз с убеждением, что это не нужно делать, это пустое дело. Откажутся от столба ислама. Тогда этот человек единогласно считает, что он попал в куфр, он попадает в неверие. Все имамы так говорят, говорят, что он попадает в неверие. Что касается, он поясняет дальше имам Науи этот хадис. Что касается человека, который по лене оставил молитву, то из четырех имамов, три имама говорят, что человек, если по лене оставил молитву, что он не становится кафиром, он не становится вероотступником. Ему следует покаяться, его надо привести к тому, чтобы он начал делать молитву. Это три имама говорят. А по одной версии, из двух версий имама Ахмада, говорится, что этот человек становится кафиром, человек, который оставил молитву по лене. То есть мнение одного имама из мазхабов, и тем более у него есть две версии, и это одна из версий, что он так сказал. И что получается? Ахлю Суннавальджама строится на четырех мазхабах. И из этих всех четырех мазхабов только один по второй версии говорит, что человек, который по лене оставил молитву, он впадает в неверие. Только он. Основная масса улема Ахмаджумхур говорит, что он в куфру не попадает. Он фасик, он грешный человек, ему надо призвать к тому, чтобы он начал делать намазы. И что сегодня получается? Мы сколько лет, наша страна и нашей республике было то состояние, сколько нам запрещали исповедовать религию? 70 лет. Мы не видели ислам 70 лет. 70 лет убивали алимов, уничтожали ученых, уничтожали книги, знания, все исчезало, все исчезало. Ничего не оставляли. И вот когда нам дали возможность ее распространять, те люди, у которых как-то была связь более-менее с религиозными людьми, отдали своих детей, мадреса, отдали туда, где могли. А их было очень мало. В городе один-два человека, которые могли исповедовать религию, которые знали что-то из религии, чтобы к нему можно было своего ребенка отправить. И получается, как только нам все разрешили, за короткий период, наш хукомат, наше государство, нам ничем не помогало, чтобы мы распространяли. Они только дали нам возможность распространять. А люди сами дальше начали распространять, те, которые хоть что-то знали из религии. И вот какие-то семьи приобрели это знание из религии, знают что-то, что нужно делать намаз, как нужно делать. То есть богобоязливый, кто-то есть рядом, от него можно мессал взять, пример взять. И получается, что среди всех людей малое количество приобрело какое-то знание, что-то о религии, и они начали стойко быть, стойками быть религии. А другие, которые в семье, у них никто намаз не делал. Тем более, когда был атеизм везде, им не дали конкретных, компетентных ответов. Они хотят верить, например, они верят, говорят, что мы верим, но не делают ничего, не совершают молитв и так далее, потому что нет рядом таких людей. Потому что в детстве никто не учил этому. И вдруг этот человек начинает видеть и хочет, что этот постится, мой друг, тот постится, кто-то сосед постится. И он видит, он же к себя к этническим мусульманам относит, он верит Аллаха, верит пророка, но не делает эти шаги. И он хочет сейчас поститься, начать делать пост, соблюдать пост. И в этот момент, когда он только делает шаг в сторону ислама, мы берем его, отмахиваем и говорим, нет, твой пост недействительный, потому что ты не делаешь намаз, а тот, кто не делает намаз, он попадает в неверие, твой пост недействительный. Разве это правильно? Разве это сегодняшний день, такая позиция, это красивый призыв к исламу? Учитывая то положение, в котором мы находимся, сколько всего разврата сегодня у нас в Дагестане, сколько есть развивающихся, атеистических взглядов, есть люди, которые вообще далеки от ислама, что-то просто там услышали об исламе, и все, больше ничего не знают. Разве им сегодня сказать, такую версию имама Ахмада будет логичнее, или привести мнение трех имамов, и сказать, что ты делай и соблюдай пост, возможно, после поста и ты намаз начнешь делать, и в хадж поедешь, и ближе будешь к мусульманам, и твой дух исламский больше укрепится. Разве это неправильно, сегодняшний день так поступить? Если бы мы жили в исламском государстве, где все, как родились они в исламе, все у них распространено, на джамаатах ходят, там можно развязать эту мысль, что человек, который оставил из-за линии намаз, что он попадает в куфр, чтобы этих людей немного насторожить. Там можно это распространять, но не в Дагестане, тем более, когда наш мазхаб не говорит так. Это отдельный айбадат, намаз, пост отдельный. Человек, даже если не совершает молитву, он может соблюдать пост, и пускай соблюдает пост, возможно, это станет причиной тому, чтобы он больше познал религию и укрепился в ней. Спасибо, Адвахаджи, очень подробно разговали, прямо объяснили, доступно. Ну, этот вопрос, Рамадан, вот сколько мы лет приходим на этот ифтар, каждый год этот вопрос здесь задаете. Каждый год этот вопрос отдельно меня тоже спрашивают. Из-за этого в этом есть нужда, и сегодня это нелогично распространять такую идею, такую мысль этого ученого. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемые друзья, у нас в гостях был Абдулла Хаджи, Магомедов, имам редукторного поселка и главный редактор интернет-портала IslamDak.ru. С вами сегодня работали мы, Рамадан Амаров и Шамиль Махаев. Это была программа Ифтар. Оставайтесь с нами, следите за нашими выпусками, будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова